Цифровизация У нас появляется большое поле деятельности И вариант реализации Деятельность направлена и на диверсификацию И направлена на цифровизацию Но также требования по безопасности И по импортозамещению Мы вот собрали Из открытых источников Сколько денег предполагается потратить Примерно 2,5 триллиона рублей До 2020 года Деньги достаточно интересные В которых хотелось бы тоже поучаствовать Вот слайд, который я хотел бы На нем поподробнее остановиться Это слайд подготовили не мы Это подготовила одна консультантная компания Они взяли более 180 компаний Которые торгуются на фондовом рынке И посмотрели Как они участвуют в цифровизации Вот здесь по сути присутствуют 4 выборки, 4 компании Вот крайне левые Это оранжевые Это такие новички, которые только пробуют Цифровизацию на зуб Только к этому подходит Вот серые Это компании такие традиционные Которые уже вообще говоря Все процессы свои отстроили Они такие уверенные среднячки И вообще не очень верят в цифровизацию Не понимают зачем она нам нужна Вот желтые Это такие модники Или там конъюнктурщики Которые вот хватают все подряд И все что новое внедряют Ну и вот зеленые Это вот те, кто системно Полномерно занимается цифровизацией Вот три графика Это выручка Это рентабельность И это эффективность Ну вот видно, что Все компании, которые как бы Стали заниматься цифровизацией У них есть какие-то плюсы Ну например, вот смотрим Про желтых Вот они выручку нарастили Но при этом видно, что По эффективности и по рентабельности Ну практически все проигрывают То есть вот зеленые, которые Системно и полномерно этим занимаются Они выиграют по всем трем показателям О чем это говорит? Ну вообще говоря Очень простая истина Что если что-то делаешь То делать надо хорошо и правильно Просто хвататься за какие-то Горячие пирожки Ну наверное не очень правильно Вот слайд тоже такой Как бы Идеологический Вот он показывает Как развивается IT В любой компании Где бы она И чем бы она ни занималась Ну по-хорошему Вот Все предприятия проходят Три этапа На первом этапе Возникает вот первая автоматизация Покупаются там первые какие-то компьютеры Вот И очень хороший эффект Дает вот второй этап Когда мы автоматизируем Наши процессы И по сути достигаем Достоверности данных И достигается прозрачность бизнеса Понимание А что вообще в бизнесе происходит И вот Надо сказать, что Вот от первого до второго этапа Срок жизни Ну срок работы Который необходимо Компании пройти Это по разным оценкам Это вот 5-7 лет И вот Это вот второй этап Это как раз дает Такую технологическую готовность Что перейти к третьему этапу Где IT дает отдачу И где Собственно возникает вот эта эффективность За счет того Что мы очень качественно данные понимаем Мы можем сформировать цифровые модели Двойники и так далее Вообще говоря Вот до термина цифровизации IT Ну как бы Компании Так поэтому и шли Ну развитые компании И Вот То что сейчас Государство Озвучило вот эту Векторную цифровизацию Индустрия 4.0 То есть это появилось Как бы новое прочтение То что Чем До этого IT Специалисты В своих компаниях занимались Ну вот Что сейчас О чем идет речь Что Вот не пройдя второй этап Не подготов Не создав Технологическую готовность Очень сложно говорить О Третьем этапе О Вот этой вот самой Цифровизации Вот И Вот здесь вот важно О чем поговорить Вот На наш взгляд Не хватает Таких вещей Как референтные модели Отвеслевой референтной модели Вот Мы попытались здесь Его представить Вот как бы могла Выглядеть референтная модель Наверное Предприятие Оборонно-промышленного комплекса Ну по сути Она состоит из двух Из двух контуров Вот верхний Такой голубой Это контур Управления производственного процесса Он Это вот То что мы называем Система поддержки Жизненного цикла изделия От момента Когда здесь зарождается Потом идут Конструкторские работы Ниры Технологическая подготовка производства Само производство Сбыт Сервис Ну и утилизация Вот И вот То что нижнее Вот этот серый Обозначено Это вот Так называемый Управленческий контур Это вот управление финансами Управление закупками Управление чаром Ну и так далее Там управление IT Там безопасностью И вот По хорошему Вот То что Надо было бы иметь И каждая компания Должна вообще По хорошему Иметь вот такую вот Референтную модель Собственного бизнеса И задача Которая вот стоит Что необходимо Вот от текущей Вот такой вот Ну красно-желтый Покрытие Перейти такому К желто-зеленому Чтобы можно было Уже готовиться Чтобы можно было Заниматься цифровизацией И вот здесь возникает Ключевой вопрос Вот Как Как это делать Вот если мы возьмем Там Ну наше предприятие Там не только Вот предприятие Уралбоконзавода Я думаю что Это братья можно Предприятие Все отысли То ситуация Она может выглядеть Следующим образом Что вот От такого Красно-желто-зеленого Переходу к желто-зеленому Можно Можно сделать Двумя вариантами Первый вариант То, к которому По сути говоря Идем Это вот наша Как бы наверное Проблема Что И об этом Как говорили коллеги В своих докладах Что мы разрознены Мы разрознены Мы разрознены И каждый пытается Делать Самостоятельно У каждого Есть собственная Отецслужба Есть собственные Бизнес-заказчики В принципе это неплохо Но это говорит о том Что мы По сути Делаем Делаем уникальные решения Уникальные Уникальные для каждого Предприятия И вот вариант Второй Который Собственно Предполагает Создание единой Цифровой Технологической Сравнение Вариантов Ну вот Первый вариант О чем мы говорим Что по сути Каждая компания Должна порадить Какое-то количество Миллионов Миллиардов Рублей На свою Доавтоматизацию Чтобы подойти К цифровизации Помимо этого Надо иметь Очень сильную Группу внедрения Ну вот По оценкам 570 Таких специалистов На холдинг В течение года Они должны работать Нажать на количество Предприятий Ну вообще говоря Очень большая группа Атишников Не факт что они Вообще говоря У нас Вообще на рынке В России присутствуют Ну и собственно Те самые времена Внедрения Вот эти 5-10 лет На автоматизацию На подготовку В зависимости От зрелости От компаний Разной Есть более зрелые Есть менее зрелые Вот И вот Альтернативный вариант То что собственно говоря Предлагается рассмотреть Это вариант Когда мы Уходим на единую платформу Собственно говоря Все инвестиции Идут Целенаправленно Системно Упрощается Внедрение И тиражирование Системы По предприятиям То есть по сути Мы от внедрения Переходим Просто к подключению Ну и собственно говоря Сам тираж Он тоже Упрощается С точки зрения Поддержки Вот Как возможная Архитектура Вот эта схема Единой Технологической платформы Предприятия УПК Вот она представлена Понятно что нам Конечно надо заниматься Инфраструктурой Должен быть такой Единый Распределенный ЦОД Вот И этот вопрос Он очень важный Потому что у нас Территория большая Понятно что должен быть Какой-то азиатский ЦОД В азиатской части России Должны быть ЦОДы в европейской Части России Они должны быть Связаны Должна быть Возможность доступа Должна быть Защищенная сеть Передачи данных Потому что мы все-таки Предприятия УПК И у нас требования При безопасности Они соответствующие Ну собственно Вопрос подключения Рабочих мест Ну вот Было отрадно Мне услышать Что работа такая ведется Собственно говоря Вот коллеги Из Росатома Об этом говорят Вот и мы Как-то в этом Тоже плане взаимодействуем Ну возможно Что эту работу Надо как-то там Усилить И более скоординировать Ну и собственно говоря Тоже такой Такая идея Понятно что у каждой Проблемы есть Как известно Фамилия, имя, отчество То есть надо Эту проблему назначить Вот проблема Возможно Вот это наша Разобщенность Это отсутствие Ну как мы все называем Отсутствие Сергея Павловича Королева Отсутствие главного конструктора То есть тот кто вообще говоря Ответит за костюм И тот кто соберет Это все воедино Вот и мы говорим о том Что вот Уралвагонзавод Мы готовы быть Такой пилотной площадкой Готовы участвовать Активно в формировании Вот этого прототипной Платформы Прототипного решения Для последующего тиража Вот Более того Мы предлагаем Привести такой Комплексный анализ По всем предприятиям В которых мы тоже Готовы принять участие Для того Чтобы выявить Вот те элементы Вот этой платформы Которые уже Где-то появились На предприятиях И которые уже можно Использовать И уже Их тиражировать В качестве Прототипного решения Вот Возможно что надо Вообще подумать О создании такого Оператора Единой цифровой Технологической платформы То есть Некой компании Которая будет Наделена вот этими Функциями Владения этой платформы Ее эксплуатации Ее поддержки И подключение Коприятия ОПК К этой платформе Вот Ну собственно говоря Это вот наша идея С которой мы Сейчас мы Мы которую обсуждаем Сейчас с Минпромторгом В Ростехе Вот И Приглашаем Сотрудничество Спасибо Спасибо